Слушай, я ничего не говорю о жестокости к животным, потому что это абсолютно неправильно. Но вы едите их без всякой причины. Нет, конечно, ты должен есть их для того, чтобы жить. Но вы можете есть что-то другое. Вы можете есть что-то ещё. Не обязательно есть животных. Что насчёт овощей? Да, но это... Подожди, подожди. Но ты был бы намного возмущеннее, если я бы избил бы собаку и стоял бы там. Нет, этот вопрос больше не о жестокости, а о еде. Вы ведь едите овощи, растения и фрукты? Да. Они живы или мертвы? Они живы, но они неразумны. Верно. Так что теперь мы говорим о разумности. Разумность — это критерий. Разумность. Объясни мне, что ты подразумеваешь под разумностью? Способность испытывать боль и удовольствие. Но они испытывают боль. Нет, они не испытывают. Ты серьёзно? Нет, они не испытывают. У них нет центральной нервной системы, у них нет мозга. Ты был бы гораздо возмущеннее, если бы я бил бы собаку палкой, не так ли? Как тебя зовут? Сада. Я Мансур. Прости? Мансур. Рад знакомству. Исследования на эту тему проводились уже несколько десятилетий назад, где они доказали, что растения испытывают боль. Но не в той же степени, как животные. Значит, теперь ты изменил свою позицию. Смотри, Сада. Ты меняешь свою позицию каждый раз, когда твой аргумент опровергается. Они реагируют на раздражённости, но они не чувствуют боли. Они чувствуют боль. И учёные уже провели эксперименты. Так что теперь ты говоришь, что они испытывают боль, но не в той же степени, в которой мы испытываем. Но это не аргумент. Испытывают ли они боль? Да, испытывают. Если у них нет центральной нервной системы и болевых рецепторов, таких как у нас и животных, как они могут чувствовать боль? А также, если бы они действительно чувствовали боль, ты не думаешь, что растения эволюционировали бы до такой степени? Нет-нет. Если разбирать вопрос об эволюции, мы возвращаемся к нашей старой дискуссии о Создателе. Потому что момент, когда ты привносишь идею эволюции, мы возвращаемся к Создателю. Хорошо. Почему Создатель создал растения или животных с ощущением боли? Чтобы затем мы употребляли их в пищу. По ненужной причине. Не по ненужной причине. В этом нет нужды Великобритании. В стране первого мира. Нет необходимости использовать животных. Хорошо. Знаешь ли ты, что у тебя есть ферменты в твоей пищеварительной системе конкретно для того, чтобы переваривать мясо? И что с того? И зачем тебе клыки, чтобы есть плоть? И что с того? Нам больше не нужно их использовать. Подожди, подожди. Но это не клыки. Это не для того, чтобы жевать мясо. Твои клыки тоже не предназначены для жевания мяса. То, чего ты не понимаешь, это то, что твоя пищеварительная система неактуальна. Дело не в актуальности или неактуальности. То есть ты говоришь биологически? Да, я говорю биологически. Ты не спроектирован для того, чтобы быть вегетарианцем. Но нам больше не нужно использовать животных. Питание – это игра чисел. Теперь ты можешь получать их из растений. Сада и Брэд. Вы постоянно меняете свой аргумент. Если ваш аргумент в том, что растения не чувствуют боли, да, не чувствуют. А если ваш аргумент, что вы не созданы для того, чтобы есть мясо, да, вы созданы. Как? Я только что объяснил вам. Но даже если мы созданы для этого, нам больше не нужно. Почему тогда ты был спроектирован, чтобы переваривать белки из животных? Да, но нам больше не нужно этого делать. Теперь вопрос не в том, что нам больше не нужно делать этого. Потому что ты уже спроектирован для этого. Нам больше не нужно этого делать. Даже если мы можем есть животных. Да, но зачем использовать животное по ненужной причине? Хорошо, Сада. Так что теперь твой аргумент не в том, что мы не спроектированы для того, чтобы есть мясо. Но мы спроектированы. Хорошо. Позволь мне поставить тебе вот такой аргумент. Ты не должен есть ни животных, ни растений. Так что сделай еще один шаг. Вообще не ешь ни растения, ни животных. Ведь растения также испытывают небольшую боль. Не ешь ни растения, ни фрукты, ни овощи. Это следующий шаг. Что ты собираешься делать? Но мы умрём. А, понятно, значит, ты умрёшь. То есть ты будешь безжалостно и беспощадно отбирать жизни у овощей и растений, чтобы выжить? Да, конечно. Какая эгоистичная причина? Братья и сёстры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Хорошо. Когда мы едим животных, куриц, коров или овец, что бы мы ни ели? Хорошо? Конечно, мы не едим собак и кошек. Некоторые люди едят. Поэтому некоторые вещи мы едим, а некоторые нет. И для этого есть причина. Но в целом, когда мы говорим, что мы хотим есть эти вещи, мы не можем просто есть их. Но мы забираем жизнь с дозволения Бога, которое Бог дал нам. Только с разрешения Бога. Мы говорим «Бисмилляхи Аллаху Акбар». Могу я спросить? Могу я закончить эти два пункта? Зачем ты можешь спросить? Поэтому жизнь, которую мы забираем, мы забираем с позволения Бога. Но как мы, мусульмане, забираем жизнь? Например, когда мы закалываем этих животных, когда мы закалываем, мы не закалываем их перед другими животными. Потому что мы знаем, что они могут чувствовать стресс. Да. Мы знаем, что когда они видят, они испытывают это, и они чувствуют. И вы можете видеть, как они реагируют на это. Да. Поэтому мы закалываем их более милосердным образом, чтобы они по минимуму чувствовали боль. Поэтому... Это достойно морального рассмотрения. Сейчас не вопрос морали. Нет морали. Нет, это вопрос милосердия. Поэтому, когда мы закалываем их, мы закалываем их самым милосердным образом, с позволения Бога. Но у них тоже есть интерес к жизни. Смотри, я просто говорю, что мы относимся к животным с милосердием. Бисмилляхи Аллаху Акбар. Обратите внимание, это полная покорность. Абсолютная покорность. Они готовы ко всему. И они не переживают и не брекаются. Они в полном спокойствии. Когда их кладут, они больше не паникуют. Смотрите. Я отпускаю его, и он уходит. И я повторно показываю для скептиков. Я ничего не буду делать с тобой. Бисмилляхи Аллаху Акбар. Видите? Все в порядке, малыш. Одна и та же реакция. Они все реагируют одинаково. Это и есть сила слов Аллаха. Они более религиозны, чем большинство людей. Во-вторых, я хочу поговорить о более важном. О людях. Если, например, у меня достаточно еды, чтобы поддержать свою жизнь, а мой сосед голодает и умирает с голоду, наш пророк, мир ему и богословение Аллаха сказал, даже если он не верующий, он не верит в исламе его пророка. Если сосед мусульманина голодает, мусульманин должен помочь ему. Что показывает ответственность, которую мы несём за наших соседей. Даже наши соседи имеют права. Они не должны голодать и работать до смерти, если у нас есть средства, чтобы помочь им. Да, так что вы можете видеть ответственность, которую мы несём. Ислам учит нас вести подобный образ жизни. Как правильно вести себя с людьми, и как правильно вести себя с животными и другими творениями. Мы должны жить лучшим образом. И это то, к чему мы пытаемся призывать вас. Потому что если вы посмотрите на свой образ жизни, вы всегда будете пытаться жить благородно, мирно, справедливо, гуманно и милосердно. Вы пытаетесь жить лучшим образом жизни. Да. И это стандарт образа жизни, либо исходит от нашего опыта, и мы совершаем ошибки в нашей жизни, как мы узнаём. Да. Либо он может исходить от Бога через его пророков и посланников. И мы говорим, что Бог-творец дал нам этот стандарт жизни на протяжении веков через своих пророков и посланников. А последним пророком был пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы мы могли усовершенствовать наш благой нрав. И это одна из главных причин, по которым был послан пророк Мухаммад мир ему. Он сказал, Что значит, я пришёл, чтобы довести до совершенства благой нрав. Если ты благочестивый, ты можешь усовершенствовать свой благой нрав. И это то, что делает ислам. Ассаламу алейкум, братья и сёстры. Это автор канала «Призыв Дава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дават. Аллах наградит вас за это. Ассаламу алейкум.